У нас продолжают поступать ко мне в массовом порядке жалобы жителей по отсутствию тепла в городе, в домах, не только в домах, но и в наших социальных объектах. Поэтому хотел, Николай Юрьевич, чтобы, во-первых, рассказали, какова ситуация по подаче газа. Работа по подготовке объектов газоснабжения, прохождение осенне-зимнего сезона 2013-2014 года. Хочу сказать, что кампания закончена, все приведено в порядок, все то, что необходимо, было обслужено, все газораспределительные пункты, проверенные 100% газовых сетей. Тулоблгаз к зимнему отопительному сезону готов. То, что касается газоснабжения наших котельных, наших пунктов отопления, независимо от ведомственной принадлежности, на сегодняшний день газ подан на все 100% объектов. 150 котельных готовы к работе, из них пущена, это часть ведомственной котельных, из них пущено 124, запущены котельные. На сегодняшний момент из жилых, из 2761 дома пущено 1228 домов, из социальных объектов школы 77-59 и из детских садов из 103-73. Все находятся в рабочем состоянии, организации, отвечающие за пуск тепла в постоянном мониторинге, постоянная работа с управляющими компаниями. Сегодня к 18 часам все 100% котельные будут запущены. Единственный вопрос возникает у нас по северо-востоку, я докладывал, это котельная Щегловская, там, где сейчас МРСК проводит ремонтные работы, ну, это работа согласованная, у них разрешение до 17.00, после того, как они закончат, есть подтверждение, что 17.00 они закончат, значит, приступим к пуску котельной Щегловской, которая отапливает у нас с северо-восток. На то, чтобы отрегулировать тепло в домах, необходимо порядка 200. Все службы, которые на сегодняшний день работают с жителями и принимают жалобы по отсутствию отопления, они почему-то у вас вчера вдруг в 18 часов прекратили работать, они должны работать до 23 ежедневно, значит, принимать все, соответственно, замечания со стороны жителей и быстро реагировать. Значит, тепло в детских садах, окончание регулировки должно быть завершено сегодня. Дети в детские сады и школы должны завтра прийти в теплые помещения. Сразу после окончания отопительного сезона 2012-2013 года были проверены все котельные области и выданы технические замечания по каждой котельной, которые требовались для подготовки и нормального прохождения ОЗП 2013-2014 годов. Давайте рассказать по районам. Из 680 котельных, которые у нас на территории региона работают, уже 476 пущены в эксплуатацию, то есть составляет 70%. Более половины жилищного фонда уже тепло поступает на квартиры, на жилые дома. Значит, на сегодняшний момент есть районы, это их 7, в которых 100% котельных уже функционирует. В 6 районах этот процент равен 90, то есть это 1-2 котельных, которые осталось пустить в эксплуатацию. Есть районы, которые требуют нашего пристального внимания со стороны министерства. Это в первую очередь Веневский, Донской, Киреевский и Узловской районы. На сегодняшний момент есть все предпосылки для того, чтобы сегодня до конца дня большинство котельных, которые у нас на территории региона функционируют, были запущены в эксплуатацию. Соответственно, в течение 1-2-3 дней упадет пуск и наладка на квартирные жилые дома. Соответственно, до конца недели мы приложим все усилия для того, чтобы органы местного управления обеспечили надлежащие теплооснабжения. По итогам 18 часов 3 октября тепло должно быть во всех домах. Это то, что мы говорили и обещали жителям изначально по плану. Поэтому первоначальный план должен четко выполняться. Значит, я прошу вас тоже, соответственно, на 18 часов каждого дня информировать жителей региона о тех районах и тех населенных пунктах, где тепло дано, а также указывать четкую информацию, когда будет подача тепла в те районы и в те дома, где еще тепла по каким-либо причинам нет. Значит, соответственно, тоже переходим на усиленный режим работы до тех пор, пока полностью не будет переведено тепло. Значит, как я и говорил, по тем районам, где по исходу 3-го числа тепла не будет, соответственно, глава администрации пускай готовится, мы с этими главами будем контракт расторгать, будем обращаться к депутатам для того, чтобы контракт расторгать.